Добрый вечер, господа! Начинаем наш большой ежедневный вечерний интерактивный канал «Реальное время». Я с вами буду вместе с 19 до 21 часа. В этом первом часе у нас гости в студии прямого эфира. Очень интересный гость, очень интересную, я бы сказал, крайне актуальную тему мы будем осуждать до 8 вечера. Ну а в следующем часе мы будем подводить вместе с вами итоги дня. Я выбрал три таких очень серьезные темы. И, как всегда, вы в моих программах в этом вечернем интерактивном канале занимаете ведущую роль. Поэтому напомню, средства коммуникации, многоканальный телефон для звонков 65 10 99 6, код Москвы 495 и finam.fm. Это наш портал в интернете для ваших писем. Там же идет и прямая веб-трансляция. Кроме того, я подключил свой личный аккаунт в Твиттере. И вы можете туда направлять свои вопросы, мнения, комментарии. И я вам с удовольствием представляю моего гостя в этом части. Это Владислав Иноземцев, директор Центра исследований постиндустриального общества. Владислав, добрый вечер. Добрый вечер. Мы будем говорить о госзакупках, о том, что происходит, когда размещаются государственные закупки, куда уходят деньги. И вот мой сегодняшний гость утверждает, что, в общем-то, то, что там происходит, сопоставимо с бюджетным финансированием таких важнейших социальных направлений, как образование, культура, спорт. В статье в «Комсомольской правде» Владислав Иноземцев обозначил свое мнение. Слав, ну вот я хочу просто понять, да, чтобы вы нашим слушателям рассказали, о каких цифрах идет речь-то. Что вообще происходит в этой сфере? Да, спасибо. Я просто хотел сразу сказать, что, чтобы нас не заподозрили в каких-то манипуляциях с цифрами, речь идет именно о тех статьях, что вы сказали, по финансированию, но только по федеральному бюджету. Потому что в России значительная часть финансирования именно этих отраслей, там образование, здравоохранение, идет через региональный бюджет. Но если говорить о федеральном бюджете, да, то, и здесь я не сделал открытие еще, Дмитрий Анатольевич Медведев, когда был президентом, говорил о том, что на госзакупках у нас расхищается порядка триллиона рублей в год. Если говорить о цифрах применительно к бюджету, то что мы сегодня имеем? Мы имеем федеральный бюджет, который по расходам составляет, грубо говоря, чуть больше 12 триллионов ежегодно, и мы имеем региональный бюджет, который составляет приблизительно 60% от объема федерального. То есть около 20-21 триллиона рублей ежегодно российское государство тратит бюджетных средств. Колоссальный средств. Это треть ВВП. По масштабам общемировым это не самая высокая налоговая нагрузка, но так или иначе из этой суммы, если исходить из подхода Дмитрия Анатольевича, около 1 триллиона рублей расхищается или неправильно используется, то здесь нужно иметь в виду, что это около 10% от всех средств, которые выпускаются. Я говорю от 10%, потому что из тех 20-21 триллиона, которые государство тратит бюджетных средств, значительная часть идет на прямые выплаты, где невозможно ничего, так сказать, банально украсть. То есть выплаты пенсии, пособий, зарплат бюджетникам, это те средства, где нет, государство выполняет просто функцию передаточного звена, не более того. Но около 10-11 триллионов это средства, идущие на различную родоплату государственных товаров, услуг, всякого рода закупок, и вот если признавать цифру, которую говорил Медведев, это около триллиона, мы получаем 10%. Не так давно, как мы помним, Андрей Макаревич выставил по закрытым письмам к Путину в начале августа, где он говорил о гораздо более высоких цифрах, так называемых откатов, там распилов и так далее. Я не могу в данном случае не подтвердить, не опровергнуть его цифры, но, конечно, наверное, 10% уже ушло в прошлое, судя по всему, по тем данным, которые можно видеть от большого количества наших предпринимателей. Но так или иначе, суммы большие. Суммы большие, и главный вопрос заключается не в том, какова сумма, а главный вопрос заключается в том, какова динамика. Динамика, она, безусловно, ухудшается. То есть, к сожалению, у нас... То есть, чем больше с этим борются? Ну, с этим не борются. Вот, я не вижу реальной борьбы, на самом деле. Вот, это имеет два очень негативных последствия. Первое, это то, что у нас значительное количество товаров и услуг стремительно дорожает, в условиях, когда государство имеет в экономике очень большую долю, то любой независимый производитель, даже работающий на рынок, будет, безусловно, ориентироваться на те цены, которые сдают государственные контракты. Соответственно, цены растут, издержки, конечно, производители повышаются, и продукты становятся менее-менее конкурентоспособны. Во-первых. А с другой стороны, вторая серьезная проблема, которая здесь возникает, это проблема связанная с тем, что, по сути, утрачивается фундаментальный какой-то мотив, реальный мотив бизнеса. То есть, по сути, речь идет о доступе к контрактам, о каких-то возможностях, которые открывают связи и знакомства, да, и, по сути, государство окончательно превращается в субъект бизнеса, что неправильно. Абсолютно согласен, стопроцентно согласен. На самом деле, вы знаете, понимание в обществе незначительное этих процессов. Незначительное. То есть, как только начинаешь говорить о том, что государство не должно быть хозяйствующим субъектом, государство не должно быть субъектом бизнеса, государство регулятор, либо функция, которая оказывает услуги, ну, как то, выплаты пенсии, пособий и так далее. Все остальные функциональные обязанности должны быть переданы бизнесу. Но, понимаете, вот вы же справедливо утверждаете, как только государство объявляет, я сейчас утрирую, то или иное направление, которое будет финансироваться из бюджета, как тарификация бизнеса меняется просто в геометрической прогрессии. Это правда. Я хочу понять, эта ситуация создана искусственно? Кто бенефициар? Кто в этом заинтересован именно в сохранении той системы координат по госзакупкам, которую мы сейчас имеем? Я думаю, что заинтересантов очень много. И эта ситуация, она создана отчасти искусственно, с другой стороны, она, конечно, возникла неспроста. И сама по себе вот эта идея, возможно, ну, как бы позволяющая получать высокие доходы предпринимателям, чаще всего эти предприниматели связаны с такими-то властными структурами. Мы видим это огромное количество примеров. Эта система, она в какой-то мере является обратной стороной вертикальной власти. То есть она поддерживает ту лояльность, которая существует. То есть, будучи включенным в эту властную вертикаль, будучи допущенным к распределению бюджетных средств, вы фактически получаете определенные дополнительные источники дохода. К нему уже привыкли. Ломать эту систему сейчас будет очень тяжело. Почему? Почему? Может быть, вот очень часто меня не то чтобы обвиняют, но утверждают, что я придерживаюсь радикальных взглядов. Вот мне представляется, что как раз я не радикал. Я просто говорю, ребят, вот так дальше невозможно. Вот этот триллион, это ваши деньги, которые фактически расхищаются и нецелевым направлением используются. Конечно. Ну, понимаете, здесь есть несколько, давайте, две темы. Первое, вы говорите, что граждане должны понять, что это невозможно. Я думаю, что многие понимают, никто не рад этому обстоятельству. Но у граждан есть гораздо более серьезный разложительный фактор, когда вымогают с них. И огромное количество взаимодействий гражданина и государства заканчивается для гражданина тем, что государство хочет взяток от него. За поступление в школу, взяток ГАИ, любой ремонт, согласование и так далее. Все это прекрасно. Любая сторона жизни, да. Гигантское количество вещей. Это и ЖКХ и прочее. Это вот то, с чем гражданин сталкивается с интерфейсом государства, и здесь возникает главный конфликт. Поэтому, что происходит позади этой сцены, его интересует мало. С другой стороны, власть выстраивает, то есть, по сути дела, это специфического рода налог, который идет на нашу управленческую систему. Вот давай возьмем очень простой пример. Дорожная тема. Печальная, ужасная тема. Мы видели только за последние полтора года несколько случаев самопроизвольного разрушения только же простойной дороги. Это была седанка Патрокова во Владивостоке, это была трасса к биатлонному комплексу Франтомансийске, это был набережный Ярославль, который подмылся вскоре после тысячелетия города, и фактически дорога в Сколково, которая посуществовала 10 месяцев. Вот во всех этих случаях компании, которые строили эти дороги, непосредственно возглавляются функционерами одной известной партии, в том числе находящимися у власти в этих регионах. Например, та же самая дорога седанка Патрокова была построена компанией, которой до 4 декабря владел человек, который в этот момент был депутатом Городской думы Владивостока, а после 4 декабря Кривой думы Приморья. Опять-таки, это момент, который, ну, в принципе, если ты сам распределяешь деньги и сам контролируешь, ну, противоестественно здесь не украсть, спасибо, Господи. Противоестественно здесь не украсть. Это созданная система, понимаете? Не нужно исходить из тех высоких моральных качеств человека, о которых мечтают моралисты и наши духовные отцы. Это невозможно. И вся система государственного управления в любой нормальной стране ориентирована на то, чтобы минимизировать возможность проявления негативных качеств человека в управлении. Поэтому я предлагаю разрушить эту систему, радикально разрушить. Выжечь ее, сделать государство регулятором, но не хозяйствующим субъектом. Да, государство имеет право и возможности на открытой основе проводить тендеры, государственные закупки, то есть все то, что сейчас функционально есть. Но я предлагаю только отделить бизнес от государства, отодрать чиновников от бизнеса. Но этого же нет. Формально он отделен. Действительно, существует система тендер, существует система закупок, существует 94-й закон, существует 223-й закон по госкорпорации. Это все есть. Но проблема заключается в том, что для того, чтобы были реальные результаты, во-первых, нужно, я бы сказал, нужно два момента. Первое. Нужно очень четкое выявление аффилированности, которой у нас нет. То есть реально, когда идет на конкурс тайная компания, нужно очень четкое понимание того, насколько она аффилирована с любыми принимающими решениями в политической проскости людей. С другой стороны, нужно абсолютное право доступа иностранных компаний на рынок. То есть если мы посмотрим на германскую ситуацию, но в целом в Европе, то контракты государственные любого европейского правительства на сумму от 100 тысяч евро, они доступны любому производителю в любой стране Евросоюза. То есть неважно, немецкая это фирма или зарубежная. То есть если меньше, то для уменьшения издержек это немецкие фирмы. Если у тебя заказ на 400 тысяч евро, допустим, там завлатать какую-то дорожную дыру в Эрфурте, могут приехать поляки, чехи и завлатать ее. То есть это правило, которое было введено. На сегодняшний день я уверен в том, что в многих случаях в России иностранцы сделали бы те же самые работы гораздо эффективнее и лучше, чем наши подрядчики. Продолжим этот крайне важный и интересный разговор сразу после краткого выпуска новостей. 19 часов 18 минут. Это реальное время. И здесь у нас в московской студии прямого эфира Финам.ФМ Владислав Иноземцев, директор Центра исследований постиндустриального общества. Наш портал в интернете финам.фм. Там идет и прямая веб-трансляция, многоканальный телефон 65 10 99 6, код Москвы 495. Почему в России нет желания определить конечных бенефициаров или определить афилиацию того или иного проекта с конкретными интересами чиновников? Ну, это риторический вопрос. Я думаю, что... Значит, они воруют? Кто? Чиновники. Видимо. Видимо. У нас есть законы против кривиты, поэтому будем говорить так, но... Да, у нас сейчас законы со всех сторон нас окружают. Но я считаю, что именно так. Потому что речь идет именно о том, что интересы бизнеса и власть, они очень сильно переплетены. Это отдельная тема, почему так произошло. Я не думаю, что это отдельная злая воля каких-то конкретных людей. Это вся логика развития постсоветского России, она, в общем-то, привела к тому, что мы имеем. И предать это достаточно тяжело. Ну, хорошо, демонтировать это возможно? Я не думаю. Если... Даже так? Ну, понимаете, демонтировать это возможно при колоссальных социальных потрясениях. Я думаю, что сегодня мы можем ставить задачу исключительно какой-то минимизации и упорядочения этого процесса. Я не думаю, что... В каком образом? Ну, смотрите, во-первых, нужно... Ну, необходимо несколько очень простых, достаточно простых мер. Первое, это, конечно, надо четко разделить... Поставить какую-то стену между заказчиком и исполнителем. Вот, кстати, о которой вы процитировали. Я не могу сказать, что это идеальный вариант ответа на этот вызов. Но, по крайней мере, один из вариантов. Он заключается в том, что предлагается создать... То есть, придать тем торгующим площадкам... Сейчас у нас существует несколько торговых площадок, на которых возможно проведение тендеров и аукционов. Значит, что происходит в этой ситуации? Торговая площадка организует получение заявок. Дальше нам выделяет наилучшее предложение. Действие в рамках закона. Это наилучшее предложение, как правило, самое дешевое по цене. Далее эта торговая площадка заключает сделку, бьет небольшую комиссию. И дальше заключается сделка между органами государственной власти и подрядчиком. Соответственно, федеральное казначительство перечисляет деньги, предусмотренные в эти контракты. Если контракт не исполняется, возможно, либо отзыв этих денег, что достаточно проблематично, и заключение контракта со вторым участником, который предложил наиболее хорошие условия, либо пересмотр цены. Вот это вопрос пересмотра цены, если мы посмотрим любые вещи, например, там, саммит АТС. Всякий раз этот пересмотр существует в фантастической периодичности. Да, вот смета была 5 миллиардов. Стало 20. И вот что? Ну, и ничего. И это за пределами данных правил, просто потому что, если мы перетверждаем этот контракт, мы его просто перетверждаем в качестве дополнительного соглашения, которое не требует утверждения. А почему власть-то, Владислав, идет на это? То есть они... Ну, потому что, на самом деле, нужно же построить. Вот посмотрите на ситуацию, которая сегодня только что была. Премьер-министр Медведев был вчера в Санкт-Петербурге, осматривал стадион «Зенит». Стадион, который изначально имел смету порядка 150 миллионов евро, ну, порядка 6 миллионов, уже потрачено 28 миллиардов рублей. Вместо 6 миллиардов, которые были изначально, потрачено уже 28. Стадион в ужасном состоянии. Ну, просто... То есть в разы изменилась смета, а стадиона нет. Нет, вот сейчас они предлагают, что существует контракт с корпорацией «Трансстрой», который заканчивается в ноябре месяце. Он не будет продлен. Будет снова подача, снова длятся деньги. Но правительство должно построить этот стадион. Оно должно профинансировать и построить чемпионат мира в 2018 году, который Россия выиграет. Он должен функционировать. Но ведь вполне логически должно возникнуть желание, по меньшей мере, провести аудит по ранее потраченным бюджетным средствам. Ну, видимо, есть поводы не проводить такой аудит. Ну, вот, например, та же самая счетная палата, как уважаемая организация, провела замечательный аудит строя эксамита АТЭС. Он провисел 4 часа на сайте счетной палаты. И все. И через 4 часа это было убрано. Да, линк не работает. Есть сведения, есть в интернете, есть многочисленные указания на то, что была презентация доклада счетной палаты. Кое-какие цифры, которые были озвучены на презентации, остались в интернете. Сам доклад на сайте счетной палаты. Так вот, понимаете, Владислав, и после этого кто? Я радикал или они радикалы? То есть, понимаете, возникает вполне закономерный вопрос. Счетная палата провела аудиторскую работу, свою прямую функциональную обязанность. Да, она выполнила то, что она должна делать. Через 4 часа, по всей видимости, был звонок в счетную палату с указанием. Ну, если материал исчез, да. То есть, я недомысливаю, я просто хочу провести вот логическую цепочку. Вообще, что у нас происходит? Премьер-министр приезжает. Он знает, что, значит, первоначально СМИ-то 6, уже 28, стадиона нет. Ну, ему надо дать должное, он перекатил стройку. Хочется сказать маму вашу, я не понял, где деньги? Ну, он, наверное, не понял. И максимум, что он мог сделать, и что он сделал, надо отдать ему должное, он сейчас будет находить других подачек, причем все подачки иностранной компании. Да, простите, то, что вас перебиваю, да. Получается, он вновь будет финансировать? Это значит, эта смета еще будет увеличиваться в разы? Но его задача... Построить объект. Построить объект. Понимаете, ситуация действительно тяжелая. То есть, еще раз возвращаясь к теме, которая предлагалась в этой статье, она сводилась, рецепт сводился к очень простому варианту. Если сейчас мы видим торговые площадки, выполняющие функции просто сведения заказчика-исполнителя, предложение заключалось в том, чтобы сделать их участниками процесса. То есть, по сути дела, предлагается создать биржи государственных заказов в качестве независимых компаний с частным владением. Эти компании должны быть ответственны за выполнение условий. То есть, да, мы не можем предотвратить поставку МВД золотой кровати. Есть заявка от МВД поставить золотую кровать. Или построить особняк там с золотой крышей. Она удовлетворяется. Находится поставщик, который готов за эти деньги построить этот особняк. Происходит сделка, но ее заключает не МВД с конкретным физическим лицом и директор компании, а заключает МВД и посредник, а с другой стороны посредник и исполнитель. В данном случае занос этой взятки становится неопределенным куда. То есть, есть поставленный объект. Если поставщик не выполнил, с ним судится уже самопосредник с компанией, которая имеет соответствующую прибыль. Она может застраховать этот контракт. Она может, соответственно, если она видит, что есть невыполнение, заранее прийти в этот контракт, найти другого подрядчика. Она выступает ответчиком перед государством. Соответственно, этот контракт может быть застрахованным, перестрахованным. Опять-таки, если, допустим, она может заниматься чисто коммерческой деятельностью. Например, представим себе, что пять департаментов здравоохранения разных регионов Российской Федерации заказывают томографы. Известная тема. В данном случае, заявка переходит на одну торговую площадку, и торговая площадка может сделать совершенно невидную сегодня вещь. Она может не ретранслировать заказ каждой области на один томограф. Она может сделать заказ на пять томографов. Тем самым понизить цену. Перепоставить государство по той цене, которая заявила, и просто получить коммерческий прибыль. Но в данной ситуации будет идти работа на снижение цен. То есть будет запущена обратная механизация. И фактически торговая площадка получает контрольные функции по исполнению контракта. Да. То есть она становится стороной по контракту. Если государство не получает услуги, она суется с ней. А у нее есть серьезные активы, у нее есть влада учредителей. Это реально понятный объект, с которым мы получаем наши пение и штрафы за неисполнение контрактов. Потому что очень часто поставщиками услуг товаров становятся реальные пустышки. Которые потом в случае каких-то невыполнений услуг... Которые, возможно, аффилированы с теми чиновниками, которые... Возможно, очень сложно, а то даже отраслевыми чиновниками. На ваш взгляд, это реализуемо? Я думаю, что это технически реализуемо очень легко. Вопрос заключается в том, насколько реальный будет эффект. Наверняка через какой-то период времени найдутся возможности обойти какие-то ограничения. Но на первом этапе это будет, по крайней мере, серьезная заявка на то, что мы решили разделить вот эту коррупционную цепочку. Мне вот близка эта позиция создания торговых площадок на частной основе. То есть это, понимаете, бенефиция частный бизнес. А функция бизнеса, любого бизнеса, если это не государство, да, это прибыль. Это контроль, тотальный контроль за исполнением контракта. Неважно, это золотая кровать для МВД или, я не знаю, строительство автомобильной дороги. Но, Владислав, я просто не могу не задать этот вопрос. А высшее политическое руководство, то есть оно фактически расписывается в бессилии. То есть вот когда третий президент говорит о том, что триллион расхищается, значит, второй и четвертый президент, господин Путин, как-то в порыве откровений сказал, что от 30 до 40 процентов расходуют свои бюджетные средства нецелевым назначением. Ну, это понятно, это не может, скорее всего, это не в прямом понимании разворовывание, да, но это не целевое использование, которое в том числе может вмещать и это понятие. То есть они расписались, они, мы ничего не можем сделать. Это часть общественного договора. Дело в том, что когда, понимаете, система управления, она основана допустим, опять-таки. Почему я говорю, что это вещь, в которой нет ответственных. Она создалась не вчера. Можно говорить, что ее отчасти создал Владимир Иванович Путин, но это будет полуправдой. Потому что когда мы видели революцию российского чиновничества, начиная с 90-х годов, фактически была заложена тогда система того, что чиновники были достаточно, не скажем, нищими, но малообеспеченными гражданами по сравнению с бизнесом. Классическая схема 90-х годов. Поэтому идея коррумпирования чиновников тогда рассматривалась, ну, как некое возмещение того, что не дозревает государство. Так. Значит, дальше... А с тех пор же ситуация претерпела изменения? Она претерпела изменения, но она фактически изменилась с той точки зрения, что чем больше стало государство чиновникам платить, тем больше стали расти их аппетиты с другой стороны, к сожалению. Но это объективно получилось так. Сейчас, в принципе, государство имеет право чиновников спрашивать по полной программе, потому что их доходы достигли вполне достойного уровня. Я не говорю там о каких-то совершенно выдающихся моментах трат наших чиновников, но даже если подойти с точки зрения общей, то в Российской Федерации, государство называется Российская Федерация, в 2011 году на так называемую статью по федеральному бюджету финансирования органов государственной власти и управления, общегостостного расхода, ушло порядка 980 миллиардов рублей. Это 34 миллиарда долларов. В другой, чуть-чуть побольше стране, под названием Соединенных Штатов Америки, в том же году на федеральное правительство и со всеми его функциями, не считая там Министерства обороны и прочее, ушло 31 миллиард долларов. То есть меньше. При том, что экономика США в 7 раз больше нашей, а население вдвое. Это объективные факты, которые... А у меня глаза округлились. А почему они округлились? Вы откроете, так сказать, статистический абстракт в United States и наши бюджеты... Нет, я к тому, что у меня вновь возникает вопрос именно к политическому руководству страны. Если вы их финансируете, если вы им уже создали нормальные... Не создали нормальные условия. Это факт. И при этом вы не задаете им вопросы. Это странно. Я не могу найти на это ответ. Владислав Иноземцев. В реальном времени краткий выпуск новостей, затем продолжим. 19 часов и 32 минуты. Здесь у нас московская студия Финам.фм. В реальном времени Владислав Иноземцев. 651099.6. Код Москвы. 495. Номер многоканального телефона. Финам.фм. Портал в интернете. Там же можно и смотреть прямую веб-трансляцию. Кроме того, пользуйтесь моим личным аккаунтом в Твиттере. Тогда вы можете также направлять свои комментарии либо вопросы. Но вот Дмитрий пишет... Дмитрий Чудаков. Слушаем и ужасаемся. То есть, понимаете, вот реакция уже идет. Ну, еще раз хочу сказать. Понимаете, в этом нет ничего, никакого откровения. Это все достаточно легко прослеживается. Опять-таки, и в бюджетных документах. И в данном случае, чтобы очень четко было понятно, я хочу сказать, что проблема системная. У нее нет одного адресата, воздействие на который, или решение которого могло бы ее сегодня снять в повестке дня. То есть, вот так вот рубануть с плеча не получится. Эффекта не будет, да? Нет. Я думаю, что не будет. То есть, это то, как функционирует наша система. То есть, в любой корпорации, финансовой, промышленной, любой корпорации, которая действительно нацелена на снижение сдержек, на повышение эффективности, эта цель до этого была поставлена. Мы должны сегодня в государственном масштабе повышать эффективность этих расходов. Сделать всех чиновников хорошими, усменить их все невозможно. Мы должны просто реально ставить заслоны на пути того, что происходит сегодня с точки зрения. А вот, Владислав, как вы относитесь к идеям отдельных депутатов контролировать не только доходы, но и расходы чиновников, запрещать им выводить и иметь активы за рубежом, счета и так далее. Вроде как на этой осенней сессии отдельные депутаты будут вносить подобные законопроекты. Смотрите, это два разных вопроса. Что касается контроля за расходами, эта тема достаточно сложная, на мой взгляд, потому что всегда можно ее достаточно просто обойти. Вторая тема, она более актуальна. По крайней мере, если мы возьмем Соединенные Штаты Америки, то любой госслужащий в Соединенных Штатах, он, который получает в том числе доход, основном местном работе указывает орган федеральной власти, он имеет один счет в одном банке. Это правило. Это установлено законом? Да. То есть, как только ты становишься слугой народа, соответственно, должен привести в порядок. Как только ты работаешь на федеральной правительстве. Я думаю, что это абсолютно правильный подход, который мог бы быть вполне применен. Потому что наши чиновники, часть из них, я не пытаюсь их всех объявить преступниками, значительная их часть в последние годы пришла на их заслужбу из бизнеса. И они абсолютно легально имеют большие, достаточно большие состояния. Но каким-то образом эти состояния задекларированы. В этой ситуации у них нет никакого противопоказания против того, чтобы консолидировать таким образом свои активы. Я думаю, что это нужно распространить на практически всю федеральную чиновничество. Это было бы абсолютно нормальное. Для этого нужна политическая воля. Да, но я думаю, что что-то подобное будет проявляться. Но опять-таки, понимаете, ведь проблема заключается в том, что правила можно ввести, а потом никто не понимает, каким образом контролировать за нарушение. Ну, вы прекрасно знаете, как Илья Пономаев опубликовал кучу доходов отдельно депутатов и сенаторов, которые занимаются бизнесом вполне в открытом. Да, они продолжают это публиковать. Они продолжают этим бизнесом заниматься, а, так сказать, потенциальной жертвой этого явления является один всем известный депутат. Поэтому вопрос нормы, он, возможно, и будет решен. Но насколько будет нормальное правоприменение, это открытая тема. Ну, я все-таки вот настаиваю на том, что политическое руководство либо не хочет, либо не желает, либо не может привести эту ситуацию ну, хоть к какому-то более-менее понятному статус-кво. Ну, я согласен. То есть вот не хватает чего-то, то есть осознание того, что ты приезжаешь из стадиона нет, миллиарды потрачены, потом вот дорога в Сколково, опять-таки применительно к Дмитрию Анатольевичу, да, то есть он сколько носился с этой идеей, с этим проектом, и что, дороги 10 месяцев, да, и дороги... Ну, ее построили заново. А Владивосток это вообще тема отдельного разговора? Владивосток тема отдельного разговора. Я бы сказал, что вот лично я не стал бы сейчас сдаваться в детали относительно тамошних, так сказать, воровства, распилы и так далее. В Владивостоке есть другая проблема. Это проблема, которую я называю нерациональностью, да. Вот, в частности, например, если мы возьмем, ну, строительство тех же самых мостов. Так. Да, я не утверждаю, я не думаю, что кто-то будет утверждать, что эти мосты можно было построить на ногу дешевле. Вантовый мост на остров Русский, это действительно уникальное инженерное сооружение, сделанное быстрее, дай бог ему, чтобы стояло долго, но оно сделано быстрее тех норм, которые предлагают любые западные компании и восточные. Поэтому вполне возможно, что цена была экономически обоснована. Не обоснована самоустроительственно. Потому что, если мы возьмем некие подобные же проекты, да, не там, где их делались чисто для показухи, а там, где делалось это с экономической, ради экономической сообразностью, да. Я в одной из твоих статей приводил пример известного сооружения такого же рода, это моста, соединяющего Шаранту, одной из областей Франции, с остром Ре, или Дере. Этот мост, то есть это одно из лучших туристических мест на Атлантическом побережье Франции, куда каждый год приезжают сотни тысяч человек. Этот мост был начат, его строится только в 1987 году, когда французы посчитали, что трафик, который будет платить за использование моста, окупит его в течение четырех лет. Экономическое обоснование. Мост был построен, купился он с тех пор в шесть раз. То есть вот это пример того, что без этого можно... Фрестраз, ё-моё. Ну, слушай, с 1988 года прошло 23 года. Я рад за французов и... Ну, нет, ну... И дальше я поставлю многоточие. А этот вантовый мост, ну, хорошо, провели этот саммит, да, то есть... Да я не понимаю. Студентов туда заселили. Ну, хорошо, пусть ходят паром, очень романтично, да, там ходят 10-15 минут. Опять-таки с девушкой приятно. Да, замечательно, пусть они ездят туда на этот доступ. Одно дело, нужно было строить на этом острове кампус, место не самое приятное, с точки зрения экологических, да, и природных особенностей. Ну, ладно, вот среди владивостовских строек часть, значительная часть, это просто возникает вопрос, зачем это было сделано. Выслав, это тупость. Простите меня за прямой вопрос. Нет, это не тупость. Вот в своё время ещё, когда до того... Ну, взять калькулятор, да, вот наряду со СМИТой ещё обосновать экономические. До того, как в 2006 году Владимир Владимирович Путин обратил внимание на так называемый Лондонский экономический форум, который проходил Русский экономический форум в Лондоне, и посоветовал человеку, туда не ездить, после чего этот форум закончился. Вот как раз накануне, по-моему, в 2005 году, там была замечательная секция, это не шутка. Это была секция, которая была проведена на Российском экономическом форуме в Лондоне, которая называлась «Роскошь как национальная идея России». Вот... Роскошь как национальная идея России. Отлично. Только в Лондоне это и можно проводить. Да, но это отражает в какой-то момент то, что происходит сейчас в Владивостоке. Мы имеем 24-й саммит ОТЭС, который один обошёлся дороже всех 23-х предшествующих вместе взятых. Это по цифрам. Мама дорогая. Это по цифрам обошёлся, причём, я бы сказал, в несколько раз дороже, потому что средняя стоимость форума... Всех предыдущих. Да. Средняя стоимость предыдущего форума колебалась от 70 до 200 миллионов долларов. А у нас? 20 миллиардов. Опять-таки, я ещё раз хочу сказать, что это не есть полностью потраченные впустую деньги. Владивосток получил два моста, набережные, новый драмтеатр, здание университета, новый аэропорт, аэроэкспресс в аэропорт, дорогу до аэропорта. Много всего сделано, и граждане там вполне довольны некоторыми изменениями в городе. Это не нужно... Не нужно говорить, что это всё впустую. Но цена вопроса... Нет, но вопрос решается в том, вы спросили, для чего? Это гигантская показуха. Она у нас очень сильна в сегодняшний день. Я думаю, что то же самое мы увидим и на университете на следующий год в Казани, и в Сочи, и так далее. Вот этот момент, он просто немножко выходит за рамки рациональности. По сути дела, одна проблема — это воровство, а другое дело — приведение каких-то... То есть это не тупость, это выпендрёшь, вот если по-русски говорить. Хорошо сказать. Взять и выпендриться перед всеми... Вы там расходовали сколько там, пару сотен миллионов на саммит, а мы 20 миллиардов. Грохнем и все. Будем говорить так. С другой стороны, всем должно быть понятно, что Владивосток никогда бы не получил эти объекты, если бы этот саммит там не проходил. Нет, это тоже такое точечное развитие отдельных регионов, что разумно, да? Хорошо. При каких условиях мы начнем считать или хотя бы экономически обосновывать вот свои проекты? Ну, кроме выпендрёжа, вот что-то же должно в мозгах быть. Посчитать. Вот как вы привели пример, да, с французами. В шесть стран уже отбился мост. Слушайте, мне сложно третий этот вопрос. Понимаете, некоторые вещи вызывают у меня глубокое непонимание. Вот, например, у нас существует, мы уже там говорили об этом чуть до эфира, у нас существуют целые программы ну, скажем, инновационного развития. Сколково, упоминавшись здесь. В рамках проекта Сколково было запланировано потратить порядка трёх миллиардов долларов на строительство кампуса и обустройство территории Сколково. Значит, с дополнительными какими-то расходами, я думаю, это будет порядка четырёх, четырёх с половиной миллиардов. Так. Теперь, маленький вопрос, да, что мы хотим производить Сколково? Мы хотим производить новые технологии, патенты, привлекать российских молодых учёных. Нечто большее, что мы имеем в обычной нашей... Значит, если мы возьмём количество патентов зарегистрированных Российской Федерации на территории Штатов, это классическое, скажем так, наиболее торгуемое и реализуемое в мире патенты, то их приблизительно на 15% меньше, чем у одной фирмы Nokia. Это не страшно. У Nokia очень много патентов. Но вопрос не в этом. Вопрос в том, что сегодня стоит фирма Nokia. Фирма Nokia в 2000 году на заре доткомов стоила 256 миллиардов долларов. Но сегодня, благодаря отдельным тёмным пятнам в биографии этой компании и неудачным периодом последних лет, она стоит 8. Я бы сказал так, неудачных менеджерских решений. но компания такого масштаба, которая имеет 110 тысяч персоналов в большинстве в странах, имеют возможность и свойство выходить из кризиса. Она стоит сегодня 8. Сегодня контрольный пакет Nokia стоит приблизительно столько же, сколько строительство пустых коробок в Сколково. Может быть, купить Nokia? Может, начать действительно какую-то международную экспансию на эти технологические рынки, которые мы хотим здесь создать изобретатель велосипед. Не выпендриваться, а брать уже реальные активы. Это нормальная экспансионистская вещь. Почему Jaguar сейчас выпускает, извините, индусы? Почему Volvo сейчас китайская? Но Путин жалуется, что не пускают. Понимаете? Не дают. Я согласен отчасти, но мы... То есть президент прав. Есть определенная фобия. Однозначно есть. Однозначно есть, но просто речь идет о том, что мы шли в очень странные бизнесы. Мы шли куда? Мы шли в EDS в середине тысячи годов, мы шли в Opel, мы шли в RCO, в компании, где, а, были крупные госдоли, или местные правители, государства, и, которые были, мягко сказать, недешевыми. RCO 142 миллиарда евро, когда Мордашов хотел его купить. Это огромная все-таки сумма. Очень много технологических компаний... Ну, нет, не надо. Но в любом случае, Мордашов все-таки бизнесмен, причем хороший бизнесмен. Очень многие технологические компании, которые находятся на тех участках прорывных, которые мы хотим контролировать, и, по крайней мере, об этом говорим, стоят недорого. И мне кажется, конечно, что, ну, это другая тема, что, в принципе, очень много, вот если сравнить стоимость, да, тех же самых запахных активов, там, не яхты дворцов, а реальных производственных активов, с тем, что мы тратим на разные совершенно программы, ну, действительно, становится грустно, потому что мы могли бы очень серьезным образом продвинуться в реальные рынки, брендовые компании, которые хорошо знают. Кто мог координировать вот эту деятельность государства? Ну, я думаю, что на самом деле те же самые крупные фонды... Это же должно быть понимание, комплексное понимание. Смотрите, ведь есть же большие фонды, которые занимаются инвестициями, национальные, да, суверенные фонды, в Норвегии, есть там фонд на Аляске. У нас даже госкорпорация есть. Даже госкорпорация есть. Вот реально, если бы эти компании действительно управлялись бы качественными менеджерами международного уровня, я думаю, что создать огромный управляемый из России, хорошо, любит Дмитрий Анатольевич информатику, да, класс информационных компаний, хай-тек коммуникаций, я думаю, что по всему миру можно было бы сделать достаточно дешево, и в принципе это не было потерей денег, потому что, еще раз хочу сказать, даже многие крупные компании, хай-тека, которые пережили крак Доткома в 2001 году, если они были большими и серьезными, они, как правило, выжили. Да, они близко не подошли к тому масштабу капитализации, которые были в те годы, но они функционируют и дают хорошую прибыль. Нокия, просто при капитализации 8 миллиардов, она направляет 5 миллиардов в год, 5 миллиардов в год на R&D, на ресурс и девелопменты, то есть это гигантские суммы, те, которые, сколько еще не будут сниться с десятки лет, ну, 10 лет, как минимум. Вот, вот тут очень много вопросов, но мы уходим, правда, от темы. Нет, вот здесь как раз и должна быть общая заинтересованность государства, то бишь чиновников и бизнеса российского. Должна быть. Политические вопросы решают политики на межгосударственном уровне. Это политический во многом вопрос, потому что, в принципе, вопрос вот такой экспансии широкой, это вопрос политического выбора. То есть, что мы хотим, какой имидж России в мире мы хотим иметь. Я чувствую, что российская власть вообще ничего не хочет. Ну, нет, я... Сохранить нынешний статус-кво и все, и не трожьте нас. Ну, она напугана, объективно говоря, последними событиями, и вот эта гиперреакция, это тоже в какой-то мере психологически объяснимо, но вырабатывать какие-то концепции движения вперед, ну, это святая обязанность. Я думаю, что это просто вопрос и выживания власти, и страны, и в целом сохранения этой стабильности, которую она так ценит. Владислав Иноземцев, Реальное время. Продолжим после краткого выпуска новостей. 19.48 здесь, в московской студии Реального времени, Владислав Иноземцев, директор Центра исследований постиндустриального общества 65 10 99 6 код Москва 495 номер многоканального телефона для ваших звонков финам.фм это наш портал в интернете для ваших писем, там же идет и прямая веб-трансляция, вот эту четверть мы уже проведем в таком интерактивном режиме, я думаю, Владислав с удовольствием поотвечает на ваши вопросы, высказываетесь, я думаю, что сегодня мы вам много уже дали информации для размышлений. Владислав, ну, на ваш взгляд, эта ситуация, мы договорились, что ее невозможно изменить вот таким одним махом, да, все-таки она будет меняться? Ну, и если да, то при каких условиях? Нет, не будет. Не будет? Не будет, но, ну, все, не будет. Не будет. То есть нет совсем никаких предпосылок? Ну, что может заставить? На сегодняшний день нет. Заставить может, в принципе, только... Это звучит, потому что, как приговор. Да, что я бы совершенно не желал, к сожалению, опять-таки, никому из нас, это резкое снижение государственных доходов в условиях кризиса, когда на каких-то программах, которые уже утверждены, когда надо делать, придется все-таки экономить. Тогда значительно имея именно эти программы будут... Такие вынужденные изменения получаются. Да, это вынужденные изменения. Это изменения, которые опять-таки могут произойти в рамках некоего консенсуса, в том числе внутри элиты. То есть, когда есть сложности, когда есть проблемы, нужно там затянуть пояса, к чему обычно призывает народ, да, а не чиновников, и пережить этот тяжелый период. Вот в остальном варианте при сохранении такого же объема денежного дохода бюджета я не вижу. Ну и правильно я вас понимаю, что не стоит обольщаться и по поводу высшего политического руководства. То есть, то, о чем мы говорили, это некий неписанный общественный договор, и если... Ну, я не демонизирую там президента, премьера, да, вот высшие имена политического руководства, но тем не менее, я предполагаю, что у них есть возможность пошевелить муравейник. Возможно, наверняка есть, но мы видели, что даже во времена, вот когда... То есть, это для них риски, Владислав? Нет, я не думаю, что для них риски, я просто думаю о том, что когда такого рода вещи и программы начинают реализовываться, возникают какие-то внутренние невидимые большинству наблюдателей сбои внутри государственной машины и какое-то растущее напряжение, которое чувствуется внутри, и, видимо, достаточно серьезно, чтобы не продолжать такого рода, серьезным образом такого рода попытки. То есть, это боязнь, на самом деле, это страх? Понимаете, это сбой функционирования механизма, то есть, люди привыкли, понимаете, люди привыкли, что любая проблема, это психология последних лет, любая проблема может быть решена деньгами. Если проблема не решается, как со стадионом, за 6 миллионов заплатим 28, не решает за 28, заплатим 50, да, миллиарды. Почувствуйте разницу. то есть, в любом случае, мы ее решим. Вот главная, фундаментальная проблема связана с тем, что мы не пытаемся решать что-то дешево, то есть, у нас нет понимания того, что помимо того, что надо что-то сделать, надо сделать эффективнее. Ну, не могу не спросить, тогда еще один, задать вопрос. Есть же контролирующие органы, та же счетная палата. Есть и другие функциональные структуры, которые вменено, мониторинг, контроль, аудит и так далее. А их роль-то вообще в этой системе? Я думаю, что вопрос заключается, ответ очень простой. Все, кто участвует в этой сложной игре, не нарушают никаких формальных процедур, обязанностей, договоров и законов. То есть, с точки зрения бумаг, все и делали? Абсолютно. То есть, что может сделать та же счетная палата? А может проконтролировать выделение средств и расходование этих средств. Нет состава преступления в аффилированности компании. Его просто нет. То есть, если вы там глава города Н и дорогу в центре города мастит фирму вашей жены, то проблема может возникнуть в том случае, если она взяла деньги и не положила ни одной плитки. Если она это сделала? А если она это положила, эту плитку, неважно, под чем она ее купила, сколько она ее положила, положила она под нее песок, развалилась она через два года или нет, у нас нет контакта. Через 10 месяцев. Да, у нас нет контакта жизненного цикла, мы не можем прячь к ответственности. Это идиотизм. Но это то, что существует. То есть, в данной ситуации, конечно, есть вопиющие случаи, когда возбуждаются дела, потом там могут быть какие-то обстоятельства закрыты. Но в большинстве случаев наше чиновничество действует вполне в рамках правил. С одной стороны, мы видим безумные, на первый взгляд, злоупотребление, но с другой стороны, я хочу подчеркнуть, чиновничество в последние годы стало действовать очень четко по правилам. Не нужно предстоит делать так, чтобы пришел какой-нибудь там руководитель отдела облах администрации и тут же начали там просто вот в наглую там завершать сметы в три раза, проводить все без конкурсов и так далее. Это уникальный, речащий случай, который заканчивается очень быстро. В действительности, все это интернализировано, включено внутрь системы. Вот в этом большая проблема. Проблема не в том, что мы нарушаем закон. Проблема в том, что закон позволяет чиновничеству очень серьезным образом обогащаться. И это, опять-таки, это вещь, которая давно-давно стала привычной. Когда мы видели решение суда, например, по тому же ЮКОСу, когда существовали огромные новые претензии к ЮКОСу, и потом они вдруг перестали существовать, когда актив тоже самое перешел к Роснефти, это вот пример того, что ничто не нарушает закон. Просто вот правила, они таковы, что даже выполняя их, определенные круги могут вполне успешно достигать тех или иных материальных результатов. Доктор экономических наук, директор Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев. Сегодня, здесь и сейчас в реальном времени. Пожалуйста, ваши вопросы, комментарии, мнения 65 10 99 6, код Москвы 495, финам.фм. Это наш портал в интернете для ваших писем. Сергей Сергеевич пишет, средний откат 20% чиновнику, 10% главному врачу. В моей компании есть эксклюзивные, их только наша компания в России, и у них есть хотя бы один параметр защиты, который нет у других, он обоснован на бумаге, но на деле никому не нужен прибор с наценкой от 240%. Ну, то есть, это вот, это вот, кстати, я, знаете, я не был доволен на реакции господина президента на открытое письмо Андрея Макаревича. Мы с Андреем общались, да, он сказал, ну, я ему благодарен, что он вообще отреагировал на это открытое письмо, да, но если мы помним, господин Путин сказал, примерно то же самое послание надо направить ей представителям бизнеса. Это уход от ответа. Ну, как, мне тоже показалось, что письмо господину Макаревичу было несколько таким гласом выпивающего в пустыне, но, что касается Путина, я думаю, он отчасти прав, то есть, конечно, в взятках, в коррупции надо, безусловно, обе стороны. И, на мой взгляд, если подходить с этой стороны вопроса, то нужно, конечно, иметь принцип равновеликости наказания. То есть, если, допустим, вы привлекаете какую-то компанию к уголовное ответственность ее руководителей за, опять-таки, допустим, неуплату налогов, да, или за то, что она украла при стройке определенное количество денег, то здесь должны отвечать обе стороны. Кто подписал договор в страну государства, чиновник, который санкционировал стройку, и предприниматель, который украл, может быть, даже для того, чтобы отнести этого чиновника. Но правила игры все-таки чиновники определяют, а не бизнес? Допустим. Но даже если... Вот если так предположить, да? Правила игры определяют чиновники, да. Но, опять-таки, мы видели прекрасную ситуацию, допустим, с рядом магазинов Икея, который имеет принцип не давать никогда взяток в чужой стране, вообще в любой стране не давать взяток. И мы видели, если, в конце концов, все было сделано без коррупции, это возможно. Это, конечно, сложно, но это возможно. Если обе стороны поймут, что наказание неотвратимо именно обоим странам, обеим странам, я думаю, что бизнес, безусловно, выступил бы активным адептом и проводником антикоррупционной политики. Вот здесь вот я вновь говорю о том, что политическая воля, она должна быть. То есть это надо состыковывать, получать синергетический эффект, но не искусственно, да, создавать ситуацию. И действительно мотивировать и ту, и другую сторону. Для одной стороны наказание неизбежно, да и для другой стороны наказание должно быть неизбежно. Это правильно. И тогда меняется ситуация. Есть другой метод, понимаете. На самом деле взятка в России, она имеет вполне понятную экономическую роль и значение. По сути, это реакция на те гигантские сложности, которые возникают при ведении бизнеса легально. То есть другим методом борьбы является даже не столько уголовное наказание взятка получателей и взятка дателей, сколько облегчение системы регулирования. Но это тоже в политический процесс. Потому что на облегчение системы регулирования завязаны интересы огромного количества бюрократии. Вот, например, самый пример, который сейчас провожу, очень простой, это наша система технического регулирования. То есть на сегодняшний день, даже когда нету пошли на ввоз оборудования, и даже когда оборудование произведено, допустим, в странах Европейского Союза, где очень хорошее качество этого оборудования, промышленное, я не говорю там про польское мясо и грузинское вино, промышленное оборудование, которое везут не государственные компании, а скорее предприниматели за свой собственный счет, это оборудование в среднем стоит в России от 8 до 14 месяцев, просто потому, что необходимо подготовить документацию по соответствию российским техническим нормам. Для чего? Это, если считать, допустим, что мы ввозим только из Европы оборудование порядка на 80 миллиардов евро в год, средний кредит там 10% годовых, то есть мы практически, бизнес, платит налог в 7-8 миллиардов евро в год, только для того, чтобы поставить им самим купленное оборудование на собственное предприятие. Зачем это? Почему не признать действенность этих стандартов? Сложно не выпасть из зоны русского литературы. на самом деле, понимаете, эта вещь, которая, она, вот сложность ведения бизнеса, сложность поведения в этой стране, она обусловливает огромные доходы и привилегии колоссального числа чиновников. Это гигантская кровавая порука. Где начать ее разрывать, у меня, честно говоря, нет даже предположения. Добрый вечер, вы в эфире, как вас зовут? Здравствуйте, Юрий, большой респект, Владиславу Наземшу. Краткий вопрос, М4, 23 километра, строят 5 лет. Есть, есть, тендер устраивает Украина. Устроила Киев, Львов, Киев, Одесса, Китайцы, турки. Вот Владислав Пускай скажет цену, он так великолепно говорит, пускай, чтобы все мы знали, россияне, что... А как вас, простите, зовут? Владимир Королев, извините. Да, простите. Я не знаю цену, которую строит М4, и как идет строительство на Украине. Я могу сказать другое, что одним из хороших знакомых в Брянской области строили дорогу к построенному недалеко от города, коттеджному поселку, 4 километра. Обычная двухполосная дорога. Они построили дорогу хорошо к их собственному коттеджному поселку, 4,5 километра. Вот эта дорога обошлась приблизительно в 3,5 раза дешевле такой же дороги, которая была построена за муниципальный счет с другой стороны города Брянска. Ну, это вот просто порядок того, что люди делают, когда они стоят и смотрят, потому что это их деньги, и то, что люди... Я опять-таки никого не обвиняю. Может быть, там никто ничего, так сказать, не украл, может быть, государство... Но на прошлое вопрос. Чиновник не получил. Но просто это делается настолько спустя рукава и с настолько высокой заложенной прибылью, что, ну, комментарии достаточно... Вот Алексей из Вологодской области пишет, что госаппарат пошел в разнос, не стесняясь разбрасываться народными средствами. Причина, очевидно, скорая смена режима с большой долей вероятности того, что так просто в дальнейшем пилить не получится. Не соглашусь. Я думаю, что это не свидетельствует о том. Это как раз может быть и абсолютно противоположная ситуация, что аппарат видит небезнаказанность, устойчивость. И... Ну, не соглашусь. Я думаю, что здесь нет прямой связи. Спасибо огромное. Я думаю, что нам надо чаще с вами встречаться. У нас был большой перерыв после последней встречи. Владислав Иноземцев, директор Центра исследований постсоциалисту реального общества был сегодня в реальном времени на Финам-ФМ. Вы все слышали и делаете свои выводы. То есть вот все, что сказано, подлежит А, тому, что вы реально подумали, поразмышляли и пришли к своим выводам. Это большое реальное время. Через пять минут продолжим уже в итоге дня. Продолжение следует...